Всем привет! Мы с Масиком гуляем. Вышли снова в парк Сашенко. Кто в Киеве, я думаю, знает, где это. Сейчас 11 часов утра. Парк абсолютно пустой, потому что ещё рано. У нас суббота сегодня. И вот такие вот горы, красивые деревья. Очень свежий воздух у нас. Вот. Очень холодно, правда. Вот. Смотрите, там собачка играется. Сейчас попробуем найти белочек. Я тут каждый день кормлю белочек. Как обычно, когда я прихожу и хочу поснимать вам видео или влог снять, никогда нет ни ворон, ни голубей. Тем более белок нет. Вот. Сейчас нахожусь здесь. Это такой вот частный сектор у нас. Здесь у нас такие вот огромные деревья. Безумно красивые ветки на дубах. Там у нас площадка. Смотрите, какой имей на земле, на листиках, на всём. Здесь у нас частный сектор идёт. Очень классная местность. Безумно хотелось бы здесь домик какой-то. Хотя бы просто для того, чтобы на выходные можно было приезжать. Не обязательно жить. Вот. Я одета просто как на Северный полюс. Потому что у нас мороз. Сейчас где-то градуса 4 точно есть. Так. Что я хотела рассказать? Хотела поделиться с вами новостями небольшими. Крестили мы малыша. 21 ноября. Покрестили. Всё прошло хорошо. В церкови он абсолютно спокойно лежал на ручках. Не плакал вообще, когда батюшка опускал его в водичку. То есть мочил головку, ножки. Смотрите, как она красиво сидит, зайка. Она не может сюда попасть, на эту сторону. Сейчас попробуем её. Подхожу максимально близко к ней. А убежала, зайка. Ну, сейчас я решила покормить, как обычно, уточек. У нас здесь такой вот небольшой водоём. Там мивы стоят. Такие красивые. Очень классные. Они уже почувствовали, плывут сюда все. Очень красивые. Такие классные уточки. Вот, только что, пока я с вами разговаривала, кормила белочку, пыталась кормить. Я коляску оставила в метрах 30, наверное, на дорожке. Сама подошла к забору. И вот так вот у меня лежал телефон. Мимо проходил, то есть по дорожке, мимо моей коляски, проходил молодой человек, лет 15-18. Я стояла у забора в метрах 50. И поворачиваю голову, он проходит как раз мимо моей коляски. И очень так похотливо смотрит на мой телефон. Я думаю, если бы я позже повернулась, телефона бы я на коляске не нашла. Дурацкая привычка у меня ложить вот так вот телефон, потому что руки у меня заняты коляской. И вот, когда пишу смс или там сижу в телефоне, я оставляю его вот так. Жду ответа или смс. Поэтому только что я чуть не лишилась своего любимого телефончика. Он очень испугался, быстренько ускорил лжак, смотрел-смотрел и ушел. Вот, беру я вот такой вот белый хлеб. Сейчас будем с вами кормить уточек. Кормлю я каждый день их. По два батона им скармливаю. Они тут уже местные. Ой, здесь уже лед возле берега. Я, наверное, не доброшу. Озеро начинает замерзать, и хлеб падает именно на лед. Да, вот, видите? Маленькое пытается залезть. Поедем, наверное, дальше, потому что здесь лед. И вот, нереально, вот уточка пытается разломать его, достать хлебушек. Не буду мучить их, пойду туда, где нет леда. Будем кормить их здесь. Здесь такие вот камыши у нас. Я очень люблю животных, обожаю просто всех, без исключения. Даже крыс люблю, этих подвальных котов, собак, особенно бездомных, особенно зимой. Поэтому я каждый раз, когда гуляю, я обязательно подкармливаю, покупаю килограмм сухого корма для кошечек. Отдаю его и собачкам. Стараюсь выносить косточки от мяса, которое мы едим. Тоже всякие консервочки приносить собачкам, кошечкам. Поэтому я просто, не знаю, умиляюсь этими животными, как они выживают в таком холоде. Смотрите, как красота вокруг меня. Безумно классная природа. Такой вот водоем, чекуточки. И я, укутанная с ног до головы, как на Северный полюс. Очень красивая местность. Эти деревья желтые очень красиво смотрятся. И у нас уже такой мороз. Вот можно видеть, вот здесь вот уже начинается лёд. Застыло озеро. Покормила я уточек. Сел у меня, к сожалению, мой фотоаппарат. Поэтому качество будет не очень. Я снимаю на телефон. Дерутся уточки. Я покормила их. Красота нереальная. Просто там дома строятся. Очень красивый дом. И дальше тоже. Частные дома. Здесь у нас колонка. Очень много машин приезжает, набирает водичку. Видимо, вкусная вода. Я сегодня одета в шапку. Потому что без шапки уши просто отпадают. Хомут. Такой вот мой. Кстати, его вязала не я. Вот у меня пальто. Чёрное обычное пальтишко такое вот. О ножках джинсы. И мои чёрные ноги. Вот. Голосы я прячу под пальто и под хомут. Потому что они путаются, электризируются. А так они создают такую вот, я не знаю, шапку ушанку. Очень тепло. Не подувает нам в шею. Поэтому, да. Вот. Такая вот красота. Вот можно видеть, как замёрзло озеро. Вот. Это вот уже начинается лёд. Там тоже очень красиво. Сзади тоже очень классная природа. Каждый день хожу сюда гулять. Так. Просили несколько девочек под фотографиями в инстаграмм показать и рассказать о своей коляске. Коляска у нас фирмы Адамэкс. Коляска у нас фирмы Адамэкс. Выбирали мы её очень долго. Начали выбирать коляски с шести месяцев беременности. Просто присматривались. Находили оптимально интересные модели в интернете. И уже с названиями и моделями ездили по магазинам. Смотрели, пробовали, как она катается, как она по функциям. Поэтому долго выбирали. И, честно скажу, нашу выбрали абсолютно случайно. С коляской мы определились сразу. То есть с фирмой. Потому что сейчас Адамэкс, наверное, Адамэкс или Адамэкс одна из самых распространённых колясок. Очень много моделей у них. Моя коляска выглядит вот так. Она такого вот яркого цвета. Просто влюбилась в этот цвет. Хотели Адамэкс Барлета, но нам сказали, что это неофициальная какая-то модель. И она хуже сделана, чем официальная все модели. У нас модель Элеганс. Адамэкс Элеганс. Рама у нас классическая, белая. Люлька у нас пластиковая полностью. Что мне очень понравилось, здесь полностью закрыто. Здесь тоже пластик. То есть не продувает обшитой тканью. У нас такой вот красивый узорчик. Ярко-ярко-голубого цвета. Такой вот бирюзовый. Зелёно-бирюзовый. Красивый цвет. Что мне понравилось, это козырёк. Козырёк очень глубоко опускается. То есть я сейчас ношу его так. Если вам нужно скрыть малыша поплотнее, он опускается почти до конца люльки. Вот. И здесь ещё козырёк подымается вверх на кнопочки. То есть вы можете абсолютно полностью закрыть малыша от ветра, от снега, от вьюги, от дождя и тому подобное. Хорошо всё сделано. Здесь вот полностью открывается на замочке. Снимается вот эта вот штучка. Остаётся полностью сетка. Что мне ещё понравилось и почему я решила выбрать именно один из факторов, почему я решила выбрать эту коляску. Это вот эта вот нижняя сумка. Она идёт на замочке, полностью скрытая. То есть я узнала на телефон, потому что батарея всё-таки в аппарате села. Очень значимым для меня фактором выбора этой сумки была вот эта вот закрытая... Ой, этой коляски была такая вот закрытая на ёмочке сумка. Так как самый ранний и самый, наверное, долгий период катания на этой коляске, да, вот именно с этой люлькой, будет у нас зимой. Родила я в сентябре, в конце сентября 25-го. Поэтому с начала октября мы интенсивно пользуемся этой коляской. И я знала, что это осень, это впереди зима, слякать, снег и дождь. Мне нужно было точно плотно спрятать на хорошо спрятанные вещи, то есть чтобы не попадал туда ни снег, ни грязь. Вот, взяли вот такую вот сумочку закрытую дальше. Вот эта вот сумочка тоже, в принципе, неплохая. Это кожаная ручка, то есть там, где вы можете ее носить, можно будет протереть, помыть. Открывается она обычно, то есть накидкой. А здесь идет замок. Два больших кармана. Здесь у меня соски хранятся. Два кармана по бокам. Здесь у меня гигиеническая помада и блески для губ. И вторая сторона тоже идет с кармашком. Внутри обычно одно отделение. Все, что нужно, бросает труда. И что мне очень понравилось, на холодное время года обязательно нужно было, так как сейчас греемся чаями, да, когда гуляем, очень удобно вот такая вот подставка под стакан. Под стаканник такой вот. Очень удобный и на холодное время года, мне кажется, спасает очень хорошо. Буду покупать себе термокружку на зиму. Сейчас у нас пока что вот только-только начались холода, поэтому термокружка будет незаменимым атрибутом и аксессуаром этой зимой у меня, потому что гуляю я каждый день с малышом по два с половиной часа. Поэтому термокружку я возьму обязательно и буду ставить ее в этот подстаканник. И еще одно огромное преимущество именно этой модели коляски, это такие вот варежки, это зимние муфточки такие вот одинарные. Они снимаются, расстегиваются на четырех заклепочках. И снизу вот здесь вот тоже идет такой вот из такого флиса сделанные накидки на ручки для того, чтобы полностью ручки были в тепле. То есть здесь вот дырочки есть, но держишься ты не за ручку, а за вот такие вот флисовые накладочки. Очень удобные, очень хорошо, что две отдельные, то есть можно одну ручку спрятать и одной там, не знаю, разговаривать по телефону или пить чай. Вот, так вот выглядит наша коляска. В принципе, неплохая. Единственное, что сейчас рама уже похлепывает, похлипывает, поскрипывает, поэтому, думаю, недолго она выдержит. Стоила она около 6500, 6500, по-моему, мы отдали, 6400. В принципе, довольна. Очень красивая там прогулочная люлька, очень такая вот компактная, красивая расцветка. Вот первое, что я заметила, это ее расцветка. Я обожаю просто синий-голубой оттенки цвета, поэтому мой выбор пал именно на эту коляску. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Да, еще часто спрашиваете, из чего я кормлю своего малыша, я решила вам показать. Свой выбор я остановила сразу еще до рождения малыша на вот таких вот бутылочках Авент. У меня есть две штучки, одна это большая, 260, с сосками для новорожденных от 0 до 6 месяцев, или до 3, по-моему, до 3 месяцев. И вторая вот такая вот маленькая на 125 миллилитров. Сейчас мы наполняем ее полностью на 2 месяца, и мы вот на разовое питание, то есть на один раз покушать, мы набираем полную такую вот бутылочку. Давайте покажу. Так, здесь перчатка. Очень удобная такая вот форма, у нее легко держать. Под рукой выемка сделана такая хорошая крышка. И соска идет здесь, такая вот фигурная. Что мне понравилось, здесь соска идет с вакуумом. То есть вот здесь по кругу можно видеть вакуумные дырочки для того, чтобы собирался воздух, и малыш, когда ест из бутылочки, не глотал воздух. То есть, чтобы меньше газиков было внутри, и комфортнее было кушать. Очень довольна. В принципе, первые 4 недели я не пользовалась ими. Пользовались мы обычными BabyLine, да, по-моему, они там стоят около 60 гривен штучка. И ей мы не пользовались, потому что малыш давился ей. То есть здесь труя идет, такая вот она вроде пишется от нуля, но он привык к груди, он 3 недели ел грудь. Ее нужно было стараться высасывать, да, а здесь бутылочку ты просто делаешь сосательное движение, и не особо нужно напрягаться, когда кушаешь. Поэтому сначала он давился. Мы покупали, купили две бутылочки BabyLine, самые обычные. Там тяга нужна побольше, то есть они такие вот немножко потуже, соски, дырочки немножко поменьше. Поэтому мы сначала пользовались такими, а сейчас перешли на Адамы, ой, перешли на Авент. Соски у нас в пустышке тоже две Авент из набора, из двух сосочек сделано. Хорошо он их берет, даем мы соски только на прогулке, когда малыш спит, для того, чтобы он не глотал холодный воздух, да, и не болело горлышко у него. Вот, в принципе, все его дела. Хотела поговорить по поводу памперсов. Не знаю, сейчас, наверное, плохо слышно будет, потому что здесь у нас какой-то завод, мини-завод. Очень шумит, трубы здесь торчат какие-то. Вот, по поводу памперсов. Перепробовали мы почти все памперсы. Три вида подгузников именно памперс, либера, дада и хаггис. Вот. Все памперсы мы перепробовали. И хочу сказать, что нам подошли только хаггис. В такой вот бежевой упаковке. Точно название не помню. Но они обалденные. Они очень мягкие. Очень бережно. Не знаю, бережно как-то. Попка малыша в них очень комфортно себя чувствует. Нет ни опрелости, не натирает, не давит. То есть очень мягкие. Они внутри очень нежные. Очень такие вот приятные на ощупь. Хорошо впитывают. Нам подходит сейчас только хаггис. Либера нам тоже очень нравилась. Но они были до 5 килограмм. Мы уже 5 килограмм есть. Поэтому они немножко маловаты. Сейчас единственное, что допользуем, даду нашу. Потому что нам подарили. У нас было 2 пачки по 78 штук. И нужно их сейчас допользовать. Поэтому мы не покупаем никакие другие. А пользуемся дадой. В принципе, неплохие подгузники. Но единственное, они очень жесткие. Такие вот достаточно часто оставляют следы на изгибе ножки. В паховой части есть такие вот следы от резинки. Потому что немножко жестковатые они. Так, в принципе, хорошо впитывают. И малыш, когда сгибает ножки за ночь, он немножко ослабляет пояс там, где крепятся застежки. И иногда он ходит в туалет и все выливается на бок. То есть, когда он спит на боку, то весь бок бодика очень такой вот мокрый. И, в принципе, все выливается из этого отверстия. Поэтому подгузниками мы сейчас пользуемся дадой. А вообще нам нравится хаггис. Наверное, в дальнейшем будем брать в большие упаковки. Уже двоечки. Вот. Продолжение следует...